Всем привет! Это Лиза Краснова и сегодня мы с вами разберем всю эту гору моих средств для лица. Определимся с теми, которые отправляются на покой, с теми, которые я оставляю себе. Средство, которое хранится у меня в коробке по той причине, что это для меня просто коллекционное издание, скажем так. Вот такая красивая, лимитированная пудра от бренда Lancome, та пудра, которая роза. Я это средство не использую, просто любуюсь. Прячусь всегда в коробочку. Это хайлайтер в Кушене от также Lancome и коллаборации с брендом Брэнса Скуля. Это интересное средство, но опять же хайлайтер в Кушене для меня не очень актуален, поэтому у меня есть еще один хайлайтер в Кушене, тоже от бренда Lancome. Lancome, знаете ли, да, выпускает очень много лимитированных изданий. Также этот хайлайтер хранится в коробочке. Просто невероятной красоты упаковка. Кушен дает очень странное такое покрытие, это просто как кушен и куски блесток. То есть с хайлайтером это не имеет ничего общего, это просто как тональное средство с кусками блесток. Это не такой хайлайтер, как у меня сейчас на лице. Я эти все вещи оставляю, мне просто действительно нравится ими любоваться, потому что для меня это какое-то произведение искусства. Возможно, когда-нибудь моя жаба меня отпустит, и я смогу с кем-то этим поделиться, но не сегодня точно. Палетка, которую я очень люблю, это палетка скульпторов и хайлайтеров от бренда NYX. Она у меня в таком тестерном виде, скажем так. Она довольно громоздкая, я пользуюсь только вот этими двумя хайлайтерами отсюда. Но сейчас у меня на лице нанесен хайлайтер из вот такой палетки от NYX, которую я тоже очень люблю. Вот этот хайлайтер очень люблю, очень заметно, что я его люблю. Если вы визажист или увлекаетесь макияжем, возможно, вам нужна будет вся палетка, но чисто для человека, который просто пользуется косметикой на ежедневной основе, рекомендую поискать в NYX вот что-то сродни этого хайлайтера, потому что оттенок шикарный, обожаю. Очень красивый хайлайтер от бренда ELF. Я его показывала в видео с косметикой с iHerb. Это запеченный хайлайтер, вот он, очень красиво смотрится. Единственная в нем проблема, что перед использованием его нужно немножко поскрести, чтобы снять этот верхний слой, и потом она дает всю свою красоту. Ультер от бренда LUX VISAGE, который я тоже люблю, пользуюсь им. Показывала его в видео про белорусскую косметику. Единственный косяк это вот эти странные крышки, которые просто так открываются туда-сюда. Также у меня от LUX VISAGE есть хайлайтер, которым я пользовалась буквально пару раз после съемок этого видео, поэтому с ним мы попрощаемся. Пудра от бренда Charlotte Tilbury. Я бы делала отдельное видео с обзором этого бренда. Ношу ее с собой в сумочке, просто потому что здесь есть зеркальце, и потому что она очень худенькая, и занимает супер мало места. Пудра классная, но я не вижу смысла платить за нее столько, сколько она стоит. Это пудра от Patricia Lido. Была, пока мой сын не грохнул ее о пол. Я думаю, видно, да, что здесь была просто дырища. Я пользовалась этой пудрой, искренне обожала ее. Еще пудра очень клевая, она хорошо закрепляет тональный крем, она хорошо в течение дня матирует лицо, не ложится каким-то куском, двухслойным пирогом. Короче, очень классная пудра. Я делала тоже обзор этого бренда. Там также я показывала вот этот шикарнейший хайлайтер. Невероятный. Хайлайтер от Patricia Lido и пудра от Patricia Lido великолепный. Однозначно, как и в том обзоре я говорила, так и сейчас подтверждаю. Это лучшие средства из такого, ну, блин, не то чтобы бюджетного, ну, бюджетного, грубо говоря, сегмента, который можно легко пойти и купить в магазине, вот у нас в Ева продается. Вот такая вот была пудра и есть до сих пор от бренда Rimmel, тоже вот в этой вот дебильной упаковке. Я сюда даже спонж какой-то положила. Но эта пудра, несмотря на то, что все ее очень хвалят, любят и говорят, что она прекрасно ложится, на мне не супер какое-то оказывало крутое амотирование. Очень сильно высушивало лицо, наверное, за счет этого моя кожа еще больше, чтобы как-то себя защитить, вырабатывала сегу. Кстати, чаще всего кожа так работает. Если вы ее очень сильно пересушиваете, она пытается вам противостоять и еще больше становится жирной. Так что часто жирной коже нужно просто более бережное отношение, и тогда она не будет так агрессивно вырабатывать кожный жир. Чем больше вы ее сушите, тем больше она вырабатывает этого сала. Такое ужасное слово. Выбрасываю. Она и очень старая, и не нравится. Моя любимая пудра рассыпчатая от бренда Vipo Fixing Powder, тоже польский бренд. Обожаю ее. Вот ее столичка чуть-чуть вообще осталась, буквально на дне. Шикарнейшая пудра. Обязательно повторю и, собственно, как и делаю уже несколько раз до этого. Палеточка, которую вы видите уже довольно часто. Я в нее крашусь. Мы просто сняли с производства. Здесь был просто идеальнейшего оттенка. Контуринг великолепный. У меня закончился, как вы видите. Очень красивый румяный с этиновым таким отблеском. И хайлайтер я никогда не пользовалась. Вернее, когда у меня только появилась эта палетка, я вообще не пользовалась. Пользовалась только контурингом. А потом, когда я вообще не видела хайлайтера, честно говоря, мне казалось, что вот это блестящее лицо, это просто адский ад. Потом начала пользоваться хайлайтером и проделала здесь дыру, как вы видите. Очень люблю эту палетку. К сожалению, ее сняли с производства. Я даже ланком писала свои жалобные просьбы. Мои самые-самые любимые румяна, вы их часто видите, точнее, постоянно практически на мне. Это румяна, которые как будто есть, а как будто нет. Они очень оживляют лицо. Румяна от бренда Yves Rocher. Очень красивый хайлайтер из моего видео про макияж только стиками. Я тогда попробовала и обалдела. Это вот такой кремовый хайлайтер от бренда Ardeco, который дает жидкий эффект. Я как раз это видео снимала сразу после Matt Gala, когда была Ким Кардаши на своем прекрасно мокром вот этом макияже. И вот этот стик дает реально мокрый макияж. Я его оставлю, поиграю с ним еще, потому что мне очень-очень понравилось это средство. Пожалуй, оставлю все-таки еще эти румяна из того же видео про стики. Кремовый румяна от бренда Golden Rose. Очень красивый оттенок. Знаете, вот на лето, когда ты загорел, немножко обветрился так, и тебе нужно просто чуть-чуть каких-то красок на лицо добавить, вот это вот будет то, что нужно. Думное разочарование я выбрасываю сразу в мусорку. Тональный крем от Belita Young. Когда я его покупала, я его покупала на основании только позитивных отзывов от всех, от кого только можно. Но когда я его попробовала, меня обсыпало прещание. Когда я подумала, что, наверное, ну просто совпадение, не знаю. Короче, я его пробовала несколько раз, в промежутком несколько дней, потом несколько недель. От него реально дико сыпет. И когда я сняла то видео и рассказала о том, что у меня реально прещает от него, у меня появилась масса комментариев о том, что у людей тоже такая реакция. И оказывается, когда я выпустила негодующее видео, многие стали писать о том, что это продукт Г. Ну и те, кто писал, что оно классное, тоже остались. Но я просто до своего видео, я не встречала на него ни одного негативного отзыва. Хотя по нанесению он ложится очень тонко, приятно. Но в остальном это кошмар. Знаете, я снимала до этого расхламление своих помад, сможете посмотреть видео раньше. Поэтому у меня некоторые средства и как бы решили, что покидать меня совершенно не обязательно. Хайлайтер от бренда Lancôme. Он вот в такой вот лапке, я не знаю даже как это назвать. Он очень красивый и он невероятно круто смотрится. Просто замечательное средство. Мне очень-очень понравилось. Называется Click & Glow. Металлизированный, смотрите, вот такой вот блеск. Очень клевый. Еще у меня есть очень крутые вот такие кремовые румяна хайлайтеры. Написано, что это хайлайтинг эликсир, но этот розовый нежный оттенок. Я использовала это средство в видео, макияж, который не испугает вашего парня, макияж, который нравится мужчинам. И я использовала там этот эликсир как румяна. Это так красиво смотрится. Во-первых, вот это вот сияние, я наносила немножечко, брала синтетическую кисть и получалась просто бомба-петарда. Кстати, вот этой кисточкой я наносила и было очень-очень красиво. Один из моих любимых консилеров, это бренд Maybelline Fit Me. У меня уже здесь прям заметно, что тут даже уже меньше половины я его использую. Но здесь у меня оттенок 10, и он немножко отличается от оттенка моей кожи. Это скорее больше как цветокоррекция, потому что когда сильно не выспался, вот такие оттенки хорошо скрываются в умные круги. Очень мне понравился консилер от бренда Golden Rose. В оттенке 02 он прям классный, вот такой с кисточкой. Но его как-то так сильно немного, но я думаю, вы видите, да, что я уже израсходовала больше половины. Очень классный. У меня также два консилера от бренда Yves Rocher. Я вот их пока еще не распробовала. Несколько раз ими пользовалась. С разными тональными там смотрела, что как. Вот есть у меня один в таком оттенке, как бы, ну классический светлый оттенок. Оттенок кожи. А есть у меня один для типа светокоррекции. Потому что я обычно, когда сильно-сильно не выспалась или там плохо выгляжу, я использую вот такой какой-нибудь персиковый. Консилер, который меня дико разочаровал. Я довольно много им пользовалась. Максимально паршивая. Вот эта фигня, которая наконечник, просто ужасная. В него все забивается, в нем все застывает. Он какой-то сухой. И я не могу понять, то ли это консилер такой ужасный. Это, кстати, Шерлот Силбери из моего того обзора про нее. Он какой-то пляшивый, какой-то... Ну, это на него вообще не нравится. Не менее ужасно вот это средство. Это аджастер, типа капли для разбавления, высветления тонального крема от бренда The Body Shop. Я за ними так охотилась. Нашла их в Риге. Короче, купила. Была счастлива. Прыгала до потолка. Вот оно, чисто белое средство, которое вы добавляете в тональный крем, который вам не подходит по оттенку. И как бы делаете из него нужный оттенок. Но они говорят, что этот продукт вообще не меняет текстуру тонального крема. Меняет еще и как. Я убедилась в этом на множестве своих средств. Не знаю, возможно, ну как бы я всегда понимаю, что может быть я что-то делаю не так. Но я добавляю вот просто уже настолько минимум. Опять же, когда у тебя... Тебе нужно довести до нужного оттенка свое средство, то как бы ты добавляешь столько, сколько нужно. Есть два продукта, которые я люблю одинаково сильно. Один тональный крем от бренда Catrice, другой тональный крем от бренда Evelyn. Но я вот сейчас я держу руки и понимаю, что все-таки, несмотря на то, что Evelyn я меньше расходовала, люблю я его сильно больше. Он мне и по оттенку больше подходит. Я вам сейчас покажу Catrice. Catrice в оттенке 0,10 и в оттенке 0,10 Evelyn. Они отличаются. Вот это Catrice. Видите, более бежевый. А это Evelyn более беленький. То есть Evelyn более светлый и больше, чуть-чуть-чуть больше подходит для белоснежек. Видите, они хоть и капельные, но они довольно долго текут. То есть не то, чтобы как вода, такие типа и улетели. Нет. И если вы будете меня спрашивать, что взять, я буду все-таки рекомендовать Evelyn просто чисто. Потому что мне он, ну вот по каким-то таким внутренним ощущениям, мне объяснимо, нравится больше. Я его купила 14 февраля, точно помню этот день. Мне он понравился. Он, знаете, такой типа продукт, он очень сильно зависит от всего. От того, какой ты крем нанес под низ, от того, какую кистью носишь, от того, какое настроение. Вот знаете, бывает утром проснулся и вся косметика не ложится. Вот тогда он тоже не ляжет. Вот этот тональный крем, он, у него есть свое настроение. И я понимаю, что когда люди делают на него обзор, там первое впечатление, он может либо повести себя супер шикарно в этот день, либо полностью разочаровать. Самое мое любимое средство, которое вот этот тот тональный крем, который я готова покупать снова и снова, снова и снова каждый день. Я имею в виду из люксового сегмента. Но тоже это истиладер, у него такой не то, чтобы супер сильно люксовый сегмент, а такой какой-то Double Wear Light. Именно в тюбике. Если меня спросить, что посоветовать из люкса, он и в меру стойкий, и в меру живой. Потому что тот, который Double Wear просто в стеклянной такой банке, вот он для меня слишком железобетонный. Оружаю, просто не знаю, что сказать. Самый лучший, пожалуй, CC-крем. Вернее, как, я, когда меня спрашивают, что купить, всегда, вероятнее всего, порекомендую этот тональный крем. На него меньше всего негативных отзывов. Малыш, я его еще никогда не показывала здесь, но пользуюсь им устойчивый тональный крем. Мне он понравился. Я его увидела в первый раз в Диану Суворовой, потом много блогеров про него говорили. Я его тоже купила, втихаря им пользовалась, но 201 оттенок, мне кажется, темноват, потому что он такой темноватый. Ну, то есть он реально загорелый. И я его обычно, если использую, то ношу что-нибудь с высоким горлом, либо когда у меня шея не сильно открыта, надо под него еще немного загореть. И последнее средство. Все, пустая корзинка. Мы с вами молодцы. Это тональный крем от Maybelline Fit Me. Очень его люблю. Мне он нравится. Не сушит кожу, не забивается в поры. Пока что это все. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если да, поддержите его пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. Расскажите мне про свои любимые тональные средства. Я желаю вам прекрасного дня, прекрасных тональных средств. До новых встреч. Пока.